Вот этот и все доставить. Вы у доктора были уже? Да, да. Все, присаживайтесь, сейчас разморожу и вас приглашу. Тольяттинец Михаил Клементьев пришел делать второй компонент вакцины. Говорит, первую прививку перенес легко, никаких осложнений не было. Ну, подумал-подумал, что можно, действительно, время такое тяжелое, непонятное, ну, решил вакцинироваться. Жить хочется, да. По словам медиков, у молодых людей после вакцинации иногда ненадолго поднимается температура, краснеет место укола. Это нормально. Что касается людей старшего поколения, то у них никаких прививочных реакций нет. Люди должны прививаться для того, чтобы не заболеть. Особенно активно должны прививаться люди из группы риска, это 65+. Люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими. То есть тут противопоказаний нет, тут наоборот, активная должна проводиться вакцинация населения. Прививки делают бесплатно всем желающим старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. В регионе сейчас два кабинета в Самаре и в Тольятти работают в круглосуточном режиме. Кроме того, в праздники для удобства жителей будут работать поликлиники и передвижные прививочные пункты в общественных местах. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцины получили около 60% населения. Виктория Шаре, События.